Итак, правило номер один, как выглядеть сильно и внушать уважение, заключается совсем не в этом. Не обязательно окружать себя высокими женщинами в костюмах. Как показывает мой друг Фрэнки в этом видео, это привлекает внимание, хотя лично я думаю, что все взгляды прикованы к его заду. Если серьезно, я хочу сейчас поговорить о социальном признании. И хотя я не поставил бы социальное признание на первое место, когда дело касается того, чтобы выглядеть сильным и мужественным, но проверка в социуме – это кратчайший путь, который люди используют, чтобы иметь возможность определить, стоит ли с кем-то общаться или нет, и есть ли у него подходящий социальный статус. Означает ли это, что вам нужно путешествовать со своей собственной службой безопасности? Конечно нет. Это значит взять куда-то с собой несколько друзей, или еще лучше несколько подружек. Да, просто девушек с работы, которые замужем. Но если вы появитесь с ними на вечеринке, и внезапно другие свободные женщины заинтересуются вами, потому что вы свободны, и другие девушки, которые пришли с вами, как бы подтверждают, что на вас стоит обратить внимание. Не всегда нужно везде ходить с другими людьми, но они окажут вам большую помощь, если вы появитесь с ними в знакомом месте, где люди вас узнают. Например, в месте, где у вас есть знакомые в сфере услуг. Они оказывают отличный сервис, и другие люди видят, к вам относятся с уважением. Что ж, так что, возможно, правило номер один заключается в том, чтобы игнорировать правила, нарушать правила, и носить то, что хочется. Например, все в компании носят костюмы, и тут заходите вы в спортивной одежде. Такое сплошь и рядом встречается в Силиконовой долине. Такое явление носит название «эффекта красных кроссовок». О нем стало известно в 2014 году, когда Гарвардский университет провел исследование, в ходе которого было установлено, что при определенных обстоятельствах, когда вы нарушаете правила, например, говорите, «Общие правила не для меня, я владею этой компанией, у меня достаточно власти, я собираюсь поступать так, как мне заблагорассудится». Такое поведение может быть расценено как признак силы и власти. Но всегда ли это работает? Конечно же нет. Нужно быть уверенным в себе, чтобы осуществлять задуманное. И это приводит нас к пониманию важности делового костюма, демонстрирующего силу, верно? Темный костюм с красным-оранжевым может быть золотым, галстуком с нагрудным платком, с хорошо сидящей на вас белой классической рубашкой. Но является ли это главным правилом, чтобы всегда выглядеть сильным и внушать уважение? Я считаю, что нет, но правило хорошее. Не знаю, может вы считаете это правило главным? Я хочу услышать ваше мнение, напишите, что вы думаете в комментариях. В любом случае, хорошо шитый костюм украсит любого мужчину. Так, а как насчет роскошных дорогих часов? Что ж, отчасти часы играют роль, но дело тут не только в стоимости. Конечно, есть люди, которые обращают внимание на часы. Но для большинства людей, особенно женщин, я сейчас делаю обобщение. Многие женщины разбираются в часах. Но подавляющее большинство женщин заметят только, что вы умеете выбирать аксессуары, что вам не все равно, что у вас на запястье. Часы привлекут их внимание, и они сразу поймут, эй, да этот парень обращает внимание на детали. Но является ли это правило главным, чтобы выглядеть сильным и внушать уважение? Нет. И в теме об аксессуарах, благодаря которым можно создать образ сильного и делового человека, давайте поговорим о мужчине с портфелем. Среди сумок портфель занимает первое место, потому что человек, наделенный властью, носит портфель, где хранит все, чтобы вести бизнес и заставить мир вертеться вокруг его интересов. Следующее правило, опять же, не является главным, но оно очень важно, и его несложно выполнять, если вы делаете это регулярно. Умеете замедлить свой ритм жизни. Забавно, учитывая, что это правило вам озвучивает парень, который говорит по 100 слов в минуту в своих видео. Но дело в том, что если вы нервничаете, если у вас есть причины для беспокойства, если вам нужно произнести речь со сцены, вам нужно заняться дыхательными практиками. Вам нужно замедлиться, и лучше всего это сделать с помощью дыхательной практики. Нужно сделать медленно вдох, если у вас не получается сделать вдох на 4 счета, вдыхайте на 2 счета, чтобы просто начать. Затем нужно задержать воздух в легких, считая до 4. И это не 4 секунды, вы можете считать относительно быстро, 1, 2, 3, 4. Теперь можно выдохнуть. И потом нужно снова задержать дыхание на 4 счета. Для выполнения упражнения нужна практика, и вы не будете все делать абсолютно точно. Главное практиковаться и не думать ни о чем, кроме своего дыхания. Вам может быть интересно, как это помогает мне выглядеть сильным и внушать уважение. Ребята, это придает мне внутреннюю уверенность. Я могу замедлить ход событий, успокоиться и оценить ситуацию со стороны. Господа, эту технику используют морские котики США. В морской пехоте нас учили использовать эту дыхательную технику. Астронавты, которые через считанные мгновения отправятся в космос в ракете. Что они делают до запуска? Они используют дыхательные техники, чтобы взять себя в руки и успокоиться, замедлиться, преодолеть страх, нервозность и волнение. А теперь, господа, если вам нравится сегодняшнее видео, сделайте мне одолжение, поставьте этому видео лайк. Чудеса случаются, когда вы ставите лайк. Так, с дыханием все понятно, но что, если у вас прямо противоположная проблема? Вам нужно набраться энергии, вы готовитесь выйти на сцену или просто у вас упадок сил? Если уровень энергии у вас понизился, что следует сделать? Послушайте музыку с высокими басами, послушайте песню «Текнуар от Ганшип». После того, как вы ее послушаете, вы станете увереннее в себе. Почему? Все дело в басах. Но если серьезно, ребята из Ганшип чертовски круты. Дам ссылку на их клип в описании. Идея о том, что музыка может придать человеку уверенность, известна давно. Если вы занимаетесь спортом, вы знаете, что мы все слушаем музыку перед тем, как выйти на поле, чтобы поднять себе настроение. В Kellogg School of Business проверили этот феномен в деловой обстановке. В исследовании принимали участие две разные группы людей. Одна группа людей слушала музыку с высокими басами, в другой – музыку с низкими басами. В группе с высокими басами 34% участников сказали, что хотят начать дебаты. А в другой – с низкими басами только 20% участников изъявили желание начать дебаты. Это важная информация, потому что в дебатах человек, который выступает первым, обычно рассматривается как более агрессивный человек. То есть люди, которые слушали музыку с высокими басами, были более энергичными. Они были более уверены в себе и чувствовали свою власть над другими. Можно еще послушать «Я не боюсь» от Эминема, и ничто не остановит нас сейчас от Старшип. Следующее правило – в чем оно заключается? Как думаете, что изменилось в этом видео? Дело в красном цвете. Не нужно при этом носить красный костюм. Как видите, я использую красный нагрудный платок, вы можете надеть красный галстук. Немного красного в одежде в вашем образе придаст вам более компетентный вид. Это было установлено в одном исследовании, которое ученые провели очень давно. В нем испытуемые смотрели видео, в котором парень был одет в красный свитер или же в синий. Оказалось, что даже малое количество красного цвета в образе парня, например, красные галстуки, давало людям представление о том, что человеку на экране можно верить. Его слова оказались им более правдоподобными, поэтому я и предлагаю вам выбрать костюм с красным галстуком. Вам не обязательно сочетать его с красным нагрудным платком. Все дело в том, что красный цвет оказывает психологическое воздействие на большинство людей. Вас будут воспринимать как компетентного и кому можно доверять. Что ж, мы поговорили о цветах, но что можно сказать о материалах? Может ли материал повлиять на мнение людей о вас? Ответ? Да. Я рассказывал вам о коже и о ее свойствах, о том, что женщины в особенности считают, что кожа это один из самых мужественных материалов, самых брутальных из тех, что носят люди. Так что замша и кожа это точно те самые материалы, которые вы можете включить в свой гардероб, чтобы выглядеть сильным и внушать уважение. Вы сейчас можете видеть мою красную замшевую куртку. Красный цвет замша, я так удваиваю эффект. Эта куртка как эффект красных кроссовок. Благодаря этой уникальной одежде я выделяюсь из толпы. Могу я усилить эффект благодаря своему поведению и манерам? Да. И это правило уверенной походки. Могу ли я сказать, что это главное правило? Нет. Многие парни совершенно забывают об этом правиле, когда ходят туда-сюда, глядя в свои телефоны. Во-первых, когда вы идете по делам, не смотрите в телефон. Да, может быть, вы следуете навигатору или проверяете сообщения. Но уберите телефон в карман, подождите какое-то время, дойдите до следующего пункта, не заглядывая в телефон. Когда вы держите спину прямо, когда вы отводите плечи назад, смотрите в направлении движения. Это все придает вам более уверенный и более спокойный вид человека, который владеет ситуацией. Мы же как раз этого с вами и добиваемся, чтобы вы выглядели сильным и внушали другим уважение. Понимаю, может быть, вы не чувствуете себя уверенно в какой-то обстановке, может, вы никого вокруг не знаете. Тогда просто найдите точку, место, где вы чувствуете себя более уверенно. Если вы чувствуете себя как-то неловко в новой локации, переместитесь туда, где вам комфортнее. Часто я нахожу себе другой конец бара или другое место, куда я сразу направляюсь. И оказавшись там, чувствую себя более комфортно. Главное двигаться к этому месту уверенной походкой. А что можно сказать о языке тела? Он находится в первой десятке правил. Он не является правилом номер один, но если вы хотите казаться сильным и компетентным, если вам нужно внушить другим уважение, вы должны демонстрировать другим сигналы, посылать другим сигналы еще до того, как вы собираетесь что-то сказать. Я уже говорил о том, что нужно расправлять плечи, но если вы собираетесь сидеть, сделайте так, чтобы вокруг вас было немного больше свободного пространства. Не сидите с опущенной головой, уткнувшись в телефон. Так вы отдаете другим контроль над ситуацией. Может, это ваша обычная поза или затекла шея. Но так вы выглядите более слабым человеком. Следующее правило могло стать главным, но я не стал его делать главным, потому что знаю, что многие из вас скажут, что это полный бред. И все же визуализация – это мощная штука. В одном из своих видео я уже говорил об этом и обратил внимание на комментарии. Так вот, некоторые хирурги писали мне, что в любое время, прежде чем приступить к операции, они представляли себе, как они проделывают все манипуляции, представляли себе конкретных пациентов, все действия шаг за шагом. Это очень мощная техника. Этому я также учился в корпусе морской пехоты США, когда служил там офицером. И я искал новые способы подготовки морских пехотинцев к жестким стрессовым ситуациям. Я узнал об этой технике в летной школе. Согласно этой методике, вы представляете себе все, что собираетесь делать. Вы разбиваете весь процесс на этапы. И эта визуализация вашего разума очень сильна. Если вам нужно куда-то пойти, где много людей, и вам нелегко через это пройти, это вас нервирует. Может быть, вы окажетесь в окружении не слишком приятных вам людей или незнакомых людей. Так вот, разбейте свои действия на этапы, скажите себе, что ж, вначале я оденусь, потом выйду из дома, возьму такси, может быть, встречусь с друзьями, и мы пойдем на мероприятия. Или вы можете встретиться с ними на месте, вот вы входите в здание, где проходит мероприятие. Представляете себе свои действия шаг за шагом. Да, может быть, вы никого не знаете на мероприятии. Вы знаете, что в этом месте, в задней части бара, есть бильярдный стол. И вы собираетесь туда направиться. Вы спокойно смотрите налево, потом направо. Пойдете в бар, закажете чего-то, пока ждете друзей. Затем вы собираетесь вернуться на то место, где вам комфортно, где вы можете сесть, где есть свободный стул. И когда вы заранее представляете себе, как пройдет этот вечер, будет ли все так, как вы представили себя? Конечно, нет. Но вы обдумали все шаги и будете чувствовать себя увереннее. И это важнее всего. Вы почувствуете себя лучше, не будете беспокоиться. И в целом, проще справитесь в непростой для вас ситуации. Господа, визуализацию вы можете использовать в любых сферах вашей жизни. Например, вы собираетесь поговорить с боссом или начальником вашего босса. Или просто вы собираетесь в ресторан, где есть бар, и вы представляете себе, как подходите к привлекательной женщине и говорите ей. Привет. Что посоветуете из напитков? Я никогда здесь не был раньше. Может, девушка уже занята, или она встречается с друзьями, и вы понимаете, что ничего не выгорит. Но это не важно. Главное для нас просто попрактиковаться в общении с людьми. Правило номер один – это осознавать, кто вы есть на самом деле, и практиковать это ощущение и уверенность в себе. Я знаю, это звучит высокопарно, и, вероятно, вы совсем не этого ожидали. Но если вы не первый раз смотрите видео на моем канале, вы знаете, что я таким вещам уделяю большое внимание. Для меня очень важен характер человека. Для меня важно, чтобы человек понимал, в чем его главные ценности. Для меня главное – это честь, смелость и приверженность своему делу. Посмотрите на эту монету. Здесь я выбил свои главные ценности. Если вы хотите, чтобы я узнал, какие черты характера цените вы, пишите мне об этом в комментариях под видео. И хочу спросить вас. Каждый день вы одеваетесь так, чтобы транслировать этому миру, кем вы являетесь на самом деле или нет. Практикуете ли вы ощущение, что вы становитесь более благородными, смелыми и преданными делу? Стиль одежды важен, но самое главное значение имеет то, что вы постоянно и усердно работаете над тем, чтобы стать человеком, которым восхищаетесь и которым в итоге хотите стать. Что ж, господа, какое видео мне порекомендовать для вас? Как насчет правила номер один – как выглядеть стильно на протяжении целого дня? Серьезно, если вы хотите выглядеть стильно весь день, даже не думая, кликайте, посмотрите видео, которое я приготовил для вас.